Уважаемые любители моих роликов, в прошлом ролике, посвященном грушевой водке, я имел большой успех. Выяснилось, что груш действительно много, и все хотят делать из нее вкусное. По этой причине, предваряя сегодня важнейший ролик, я вынужден потратить время на то, чтобы рассказать вам о грушевой водке. У меня вот здесь уже бутылочка, куда я закладываю постепенно грушки, которых тьма тьмущая. Ну и, соответственно, буду делать и дальше грушевую водку. Она достойная бывает весьма. Но об этом впереди. Итак, грушевая водка. Есть простофили, по-другому я так не могу сказать, которые грушевую водку делают из самой груши. То есть берут, сбраживают, перегоняют и прочее. Дело, конечно, неплохое, но результат может быть такой же, как делать водку из томатного сока. В советские времена так боролись с нормальными суставами для того, чтобы своевременно утратить способность двигаться. Ну, не из чего было, бывало. Так вот, из груши грушевую водку не делают. Это роковая ошибка, потому что действительно в ней очень много экстративных веществ. Не буду останавливаться на химии. Но, в общем, смысл такой, что тевуха получается довольно гадкая. То есть не советую. Поэтому делается следующим образом. Сначала делается классическая русская водка. Не какая-то там горилка, не какая-то мерзость на сахаре с картошкой. Нет, вот. Речь идёт о водке. Значит, там есть много тонкостей. Но самое главное, она делается из ржи. То есть русская водка, она ржаная. Со мной будут спорить там большие знатоки, неизвестно чего, теоретики. Но русская водка делается из ржи. Это установленный факт. В крайнем случае, последние 500 лет у нас в семье как-то было принято так. Ну вот. При этом не просто из ржи нужно обязательно там. Технологии есть подращивания, сбраживания и прочее, прочее. То есть, короче говоря, делается, как сейчас говорят, самогонка. То есть делается русская ржаная водка методом, как вы понимаете, дистилляции, а не ректификации. Напитки, сделанные из ректифицированного спирта, никакого отношения ни к водке, ни к чему другому не имеют. Это продукт химической переработки. Именно из-за них, из-за этих продуктов, Николай II в 1895 году и запустил массовый алкоголизм, который так успешно лечил генерал Бехтерев. То есть, иначе говоря, ректификация – это химический процесс. Хороший, совершенный, но не имеющий отношения к напиткам. Ну, иначе бы из ректификата делали бы коньяк и виски. Ну, почему-то никому в голову такая дурь не приходит. А у нас эта дурь продержалась без малого столетия с лишним. Ну, недавно разрешили, как вы знаете, и поэтому можно делать дистилляцию. Почему? Потому что вместе с дистиллятами привязываются к молекулам спирта большие молекулы. Ну, вот у груш они слишком большие. И поэтому напиток получается, ну, как бы не очень. Поэтому нужно сделать обычную водку ржаную, качественную. То есть, получив дистиллят, его надо, если вы хотите её в прямом виде употреблять, разбавить проточной водой, текущей из открытой реки, никакие не артезианские скважины. Вот этот весь бред сивой кобылы, которую пишут, нельзя использовать. Нужно тоже, чтобы вода была, так сказать, в ней должны пожить, покакать, пописать микроорганизмы. Иначе вода будет не та. А водка приобретает соответствующую мягкость. Так вот, но с грушовкой по-другому. Вы получаете водочку после перегонки около 60 градусов. И её сразу же пускаете в грушевое дело. То есть, в такую бутылку, которую вот я сейчас использую, вы закладываете много груш спелых. Я поэтому беру падалицу с бачками и прочее, прочее. Она очень вкусная, эта падалица. Очень. И червяки её отлично едят. Ну, и я приобщаюсь тоже. Так вот, эта падалица идеальна. Только не вздумайте, какие косточки туда класть. Это безобразие. Огрызки некоторые советуют. Вы будете жить, как огрызки. Надо делать из чистого продукта. Потому зачем вам настойка на косточках? Ну, уж кажется, учат, учат. Сколько можно? Сколько сил было положено виноделами для того, чтобы сделать не вот эти вот дробилки винтовые для винограда, а выжимать виноград методом засовывания в большой такой цилиндр. И там пневматическая клизма, которая раздувает и давит. Виноград, избегая попадания туда вот этих вот всяких вот косточек и всяких вот этих веточек, которые дают некоторым напиткам, выдающимся, омерзительный вкус. То есть чистый виноградный сок, когда сбраживается, получается то самое высококачественное вино. Поэтому косточки и огрызки использовать нельзя. Вы всё-таки не поросята, уважаемые слушатели. Надо себя хоть чуть-чуть уважать, получать качественный продукт. Вот на этом самом чистом ржаном самогоне, то бишь водке, водка настаиваются эти груши, из них происходит экстракция. Дальше берётся и сливается, ни в коем случае не отжимаете. Ну, не надо вот это проявлять скупердяйство отвратительного. Выжать там последнюю самогоночку из последней грушки. Не надо. Как раз она сорбирует на себя много чего зловредного. А сок, то есть содержимое груш выходит в эту самую самогонку. После этого вы её сливаете, фильтруете через самую обычную тряпочку. И разбавляете до 40, я обычно делаю 3 градусов, используя ариометр. Там немножко плотность, конечно, гуляет, поскольку это не чистый спирт. Но, тем не менее, где-то 43, 44, 45 получить можно. Получается изумительный напиток. Продолжительность настаивания может исчисляться, если у вас такой чистый продукт, хорошая дистиллированная самогонка, ну, где-то месяца 2-3. И при этом надо иногда подходить и большой такой палкой помешивать. Но ни в коем случае не отжимать, испортите всю малину. Вот что значит грушка. Вот тогда получается качественный продукт. Можно использовать, конечно, спирт, но спирты, они ректифицированы. И поэтому они очень сильно портят продукт. Спирт украсить грушей довольно сложно. Другой принцип. Ректификация, он как бы, как химический процесс, мало совместим с питьевыми напитками. Вот поэтому вот у меня есть еще небольшой цилиндрик с грушевой водкой прошлогоднего изготовления. И я с удовольствием, значит, ее использую. Ну, как понятно, для любителей здорового образа жизни советую не смотреть. Потому что это слишком обидно. Понимаете? Я сочувствую вам. Крепитесь. Закусывать грушевую водку. Груши, как вы понимаете, нельзя. Ну, как-то неприлично. Поэтому я использую вот такие вот остренькие засоленные огурчики. То есть они заквашены, но потом просто поставлены в холодильник. Это очень хорошо оттеняет грушевый вкус. Советую. Итак, я буду продолжать свое заблуждение, то есть нарезку. А вам буду рассказывать про достаточно интересный вопрос. Сегодняшняя передачка называется... У меня, естественно, это как-то подсказки. Потому что маразм. Уже пробует свои силы. А еще не совсем, но уже. Называется наша сегодняшняя тема «Инструменты чистки». В чем дело? Что за инструменты? Кого будем очищать? Нет. Никак. Полиграф-полиграф шариков. Ни котов душить. Нет. Хотя мысли иногда таки возникают. Дело в том, что если так обозреть происходящие события, которые так заинтересовали вас в прошлом ролике, то у нас получается такая картинка. Что у нас довольно нехорошая ситуация. То есть у нас армия ведет ограниченные сражения с известными разбойниками. То есть таким образом у нас реализуется мобилизационная политика. То есть нужно вести себя так, чтобы комар носа не подточил. Это раз. А во-вторых, я имею в виду варим военных действий, а во-вторых, и снижать сопутствующие потери, а во-вторых, проводить аккуратную международную политику. Потому что наши контрагенты, конченые негодяи, о которых я говорил в прошлом ролике, обсуждать с ними нечего, но хотя бы соблюдать те правила, которые они сами отменяют регулярно, мы хотя бы поначалу должны. Ну, скоро этого уже не понадобится. Поэтому у нас политика внешне идеальная. Ей занимается президент. Там не добавить, не убавить. Мы мягко, нежно, так сказать, держим Европу, да и Америку за пульс. Меряем. То есть бьется еще или не бьется. И тут все правильно. Но вот внутри, внутренняя политика у нас как-то не очень. В том смысле, что экономические проблемы, они, конечно, нас подъедают. Ну, тут Леонид Хазин вам расскажет все, что нужно. На эту тему он профессионал. А я так, любитель в этой области, поэтому лезть в чужое дело не буду. Но, вроде бы, при мобилизационной экономике, которая совершенно неизбежно возникнет, которая имеет свои особенности, и на этом останавливаться не буду, должна быть решена одна единственная проблема. А именно, какая? Как исправлять ситуацию? Как исправлять ситуацию с теми людьми, которые у нас наносят такой большой социальный вред? Ну, очень же многие члены министерств, различные граждане, которые приехали из Незалежной, занимают высокие должности. А их родственники почему-то остались там, то есть в Малоруссии. Куда уходят деньги, откуда они получают, соответственно, паспорта западные, и, собственно говоря, живя за наш счет, вроде бы как бы занимаясь здесь государственными делами, на самом деле финансируют этих самых злодеев, да еще и готовят себе тепленькую постилку с украинским паспортом. Надо бы, конечно, проверить всех этих людей с подозрительными фамилиями, которых у нас тьма-тьмущая. И в оборонке, и среди чиновников, куда они там деньги свои посылают регулярно, нет ли ли у них уже визы европейской в украинском паспорте и прочее, прочее. То есть есть большие подозрения, что они сильно помогают своей исторической родине. Но это проблема, так сказать, умозрительная. Это, понятно, что непосредственно шпионы завербованные, родственники вот таких, скажем так, перевертышей. Ну, понятно, без любителей полизать чужую попочку у нас тоже не обходится. Ну и молодежь, которая лезет во власть для того, чтобы просто-напросто, так сказать, поживиться. Особенно в такое смутное время. Возникает проблема, как с этим совсем справляться. То есть лучше, конечно, всего вы знаете мою точку зрения. Это томограф. Когда мы прижизненно запихиваем гражданина туда, он приходит, ну, ему говорят, ну, ты молодец, конечно, но тебе давай пока от оборонной промышленности отойди, так, шагов на 700 и ближе не подходи. Но это не работает. То есть томографа нет, и его не торопятся делать, хотя, в общем, уже такая тенденция возникла. Значит, нужно что сделать? Нужно придумать такую технологию, которая бы позволяла, во-первых, неочно, то есть не надо, чтобы его было таскать, но чиновника поймал и тащишь его на аркане в томограф. Он же будет сопротивляться, он же скажет тут же, что у него четыре пули засело, все остальные к голове, его нельзя никак туда пихнать. Ну, это же вы сами понимаете, что начнется. Но, а делать надо. То есть нам нужно придумать вот сейчас, в острое время, когда должна быть и мобилизационная наука, и экономика, и политика. Надо как-то людей отбирать. А вот теперь представьте себе, что у нас есть технологии, по которой мы можем определить энергетические расходы мозга. Кстати говоря, работа продолжается, уже где-то два десятка мы сделали анализов, и там достаточно любопытные результаты. То есть этот способ энергетического, оценки энергетических возможностей управления произвольным мышлением, по сути дела, отвечает на один простой вопрос. Просто этот человек вообще в состоянии думать-то. То есть ему можно хоть что-то поручить? Он вообще соображает, что делает? Иногда, например, у меня возникает такое впечатление, что некоторые не очень соображают, чего делать. То есть они, может, и хотят, да у Мишка-то слабенький. То есть раньше эти функции выполнял ЦК партии. Что они делали? Они смотрели, справляет человек, не справляется. Ну, методом проб и ошибок. Сажали на место, там, какого-нибудь директора завода, министром, который всё знает досконально, тянет, ну и отлично. Не тянет. А у нас таких уже профессионалов нет. Не в министерствах. Они никогда в жизни нигде не работали. Они, в общем-то, нигде не учили. Это такие менагеры. То есть люди очень далёкие от реальной работы и от знаний, как всё устроено. Ну, то, что надо делать. То есть они инженерами ни на каких заводах в деле, которым управляют, никогда не были. Поэтому ничего не понимают. С них взятки гладкие. Минагер должен, так сказать, организовывать дебет и кредит. По сути дела. Никакой другой пользы от него дождаться не получится. Ну, в основном, конечно, сидеть на финансовом потоке и его подруливать туда, куда ему было поручено. Поэтому мы можем что делать? Сегодня вместо ЦК партии мы можем оценивать заранее энергетические возможности мозга. И предположить, достаточно обоснованно потянет этот человек решение творческих мобилизационных проблем или не потянет. Пока у нас совпадение около 98%. То есть инструмент есть, с помощью которого мы можем начать отбирать умных и трудолюбивых от ленивых и глупых. Причем для этого их не надо тащить на аркане к томографу. Нет. Они же все говорливые. И для того, чтобы попасть на свои хлебные места, они очень много говорили. А нам достаточно идентифицировать их тексты и слова. А это очень легко делается. Потому что, поскольку человек думает каждый по-своему, мозг индивидуально устроен. Поэтому, если какие-нибудь писатели, писуны, кстати, довольно безграмотные в основном, у нас был такой прецедент, пишут для начальников текста, то очень легко отличить. Даже если они по 20 лет одни и те же пишут, где начальник векает, а где за него вот этот вот спичрайтер, так называемый. То есть писун за деньги делает свою работу. То есть это очень легко отличается. Это все очень хорошо у нас разработано. Поэтому за спичрайтером не спрячешься. То есть есть инструмент, скажем так, достаточно эффективный, простой. Потому что, ну, фотографий политиков, вы понимаете, их полно. И, кстати говоря, нам ваши фотографии нужны не для того, чтобы физиокномикой заниматься. И хиромантии, вы знаете, этим занимаются в подземных переходах. Придурковатые мистики. Нас это не интересует. Нас совсем с другими проблемами, которые, к сожалению, я не могу озвучить. Пока. Ну, вот, таким образом у нас есть инструмент. Не ловя министра, не засовывая в томограф, тихо и спокойно взять его, материалы, фотографии, и спокойненько посмотреть. А дяденька или тетенька, они как? Вообще вменяемые? Или, может, от них надо как-то избавляться? Или как минимум побаиваться? Вот это интересный вопрос. И единственное, что нас останавливает, как вы понимаете, это отсутствие возможностей. Финансовых. Потому что, ну, люди, которые этим занимаются, они должны есть и пить. Поэтому, а сидеть сутками в ручном режиме, обрабатывать, это довольно трудно. Мы сейчас пытаемся сделать компьютерные программы, чтобы это было полегче. И когда мы их сделаем, как вы понимаете, мы их сделаем впоследствии общедоступными. И тогда посмотрим, что произойдет. Ну, вот когда каждый неленивый человек сможет проверить своего любимого начальника, начальницу, любимую тещу, тестья или гадкого зятя. Представляете, как открывается перспектива для укрепления семьи. Ну, до того, как она создана. То есть, если отбросить шуточки, то на самом деле можно, конечно, взять и, как говорится, не отходя от кассы, проверить каких-нибудь талантливых министров, посмотреть, как у них там с этим самым произвольным мышлением оно вообще-то есть. А то иногда смотришь сначала оптимизировали медицину, когда ее уничтожили и уже было известно о том, что разрабатывается ковид. Взяли и стали восстанавливать медицину. Странно. И никто за это не ответил. Поэтому хорошо проверить некоторых министров и крупных чиновников. Но это риторика. Кто разрешит? А очень просто. Это очень недорого стоит мероприятие. И вы же понимаете, что всегда может найтись сумасшедший или очень вредный даже не олигарх, а просто состоятельный человек, который может такой проектик осуществить. Ну, я уж не говорю про то, что такой подход бесценен для начальников отделов кадров, которые набирают, набирают людей, набирают, набирают. А все идиоты. Такие старательные, головой там это бодаются, кричат, что мы сейчас все здесь пророем. У нас есть одно такое учреждение, которое берет за все на свете. Ну, вот. Можно же, ведь, проверить достаточно, причем не обязательно, мы готовы вслепую проверять. то есть, если найдется такой любопытный гражданин, может выйти интересно. Представляете, проверить министров, крупных чиновников, академиков, высочайший цвет науки, вот этих самых, особенно молодых, академики ран, прости, господи, на ночь будет сказано. Ну, то есть, кандидаты наук, уехавшие на запад за длинным рублем, а потом произведенные уже в академике, минуя всякую научную деятельность рассудочно. Ну, просто потому, что они были технишенами на западе. Вот этих проверить. А еще интереснее может возникнуть ситуация, если взять олигархов из списка Forbes и сделать не список Forbes, а такой список кума. Почему это нужно делать при любой чистке? Да потому, что если начать чистку, как у нас планируется, ее возглавят опять такие же. И вы сами понимаете, чем дело кончится. То есть, они отберут еще больших дураков, а-ля ежов, этот недолеченный педруччо. Ну, зачем такие вещи? Надо делать мягше, нежнее, проще. То есть, тестировать их на вшивость и заочно, и потихонечку менять на тех, кто интеллектуально хоть на что-то годится. Ну, и если уж олигархов никто не хочет поизучать, можно же и писунов, то есть, писателей русскоязычных, очень интересно может получиться, особенно современных. я тут как-то предложил в специализированной организации, занимающейся писунами, но как-то не увидел энтузиазма. Интересно, почему? Догадаться невозможно. И тогда начнется самое интересное. Что для ученого самое главное? Что ему давали деньги на то, что ему интересно. И вот тут откроется гигантская возможность для развития науки. Почему? По очень простой причине. Мне очень интересно, а сколько готовы будут платить олигархи для того, чтобы не участвовать в исследовании? И чтобы туда не включали их детей. Причем, поскольку технология уже достаточно развита, и в нее вовлечено достаточно большое количество людей, уже, так сказать, решить проблему уничтожением одного носителя то же меня не получится. Наоборот, это тут же все выскочит как черт из коробочки. А так еще можно поторговаться. Ну вот. таким образом на самом деле ситуация у нас серьезная, сложная. И мобилизационная экономика, и мобилизационная наука, и прочие мобилизационные явления требуют людей. Томограф делать боятся. Ну вот мы и придумали, разработали, и проверили уже в том числе с вашей помощью, о чем я бесконечно благодарен всем участникам, потому что это позволяет нам медленно, но двигаться в сторону автоматизации этого процесса. Сделать вот такую тест-систему, которая позволяет оценить возможность человека управлять энергетическим балансом своего мозга. Произвольное мышление. То есть думать. Ну вот он, человек может, там, дурак дураком, ничего не сделал в жизни. Но в результате этого исследования мы видим, что он может мобилизоваться. Его, конечно, может быть, его надо там погонять метлой, заставить поучиться там и прочее, прочее, но у него есть тот самый потенциал, который делает его человеком, осмысленным, владельцем произвольного мышления. Есть люди, которые вообще этого не могут делать. Мозг очень изменчив, читайте книжку «Изменчивость и гениальность». Там я все излагаю. Кстати говоря, выйдет скоро у нас пятое издание, то самое, о котором я говорил, и презентация, на котором будет 18 сентября в консерватории в малом зале. Я буду вести эту презентацию. Будет о очень выдающемся человеке, мозг которого добавлен в эту книжку. Я много чего интересного расскажу. Надеюсь, вы не пожалеете, если придете. Поэтому до встречи 18-го. А так, что могу сказать? В общем, инструменты есть, возможности есть. Осталось сделать. Ну, мы можем, конечно, ради смеха взять, проанализировать современных писателей. Что будет, вы даже не представляете. Вот там это даже не анекдот. нет, есть вполне неплохие, там, дотягиваются до прозы Пушкина. Но так очень тяжело, потому что Пушкин тот еще был прозаик. В общем, почти прозаик. Так что у нас есть возможности, можно это все проверить. Мы доводим технологию с вашей помощью. И надеюсь, что те самые чиновники, от которых зависят такого рода проекты, меня услышат. Иначе услышат ваши враги. А они злые. И ваши места, они, как известно, очень соблазнительные. Поэтому подумайте, может, пора начать финансировать не вот этих популяризаторов болтливых, которые пересказывают западные работы, не понимая даже, о чем говорят. А начать все-таки как-то стимулировать нашу науку, создавать собственные технологии, в том числе для отбора людей, которые сейчас в стране нужны больше всего. И тогда дело смотришь наладится. Ну, на этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь, как вы понимаете. наколю маринованный, точнее, квашеный огурчик, возьму прошлогоднюю грушевую водочку, вот в такую чудесную муху, то есть рюмку, объем 16 миллилитров, та самая русская, видите, какая чудесная, голубенькая. Недавно купил в гусь-хрустальном, советую. Это вам не итальянская халтура, а стекло, крашеное в массе. И скажу прошлогодним грушам большое человеческое спасибо. На этом я с вами прощаюсь. И циничное выпивание водки оставлю за кадром. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова